На состояние лифтов жалуются жители Усть-Каменогорска. Подъемники в многоэтажках небезопасны, считают они их опасения, подтверждают и коммунальные службы. По оценкам специалистов, свыше 300 городских лифтов отработали 25-летний срок эксплуатации. 107 из них нуждаются в срочном капитальном ремонте. Обновить их за счет целевых взносов жильцам высоток не позволяет бюджет, только кабина стоит больше 2 миллионов тенге, а оснащение шахты в три раза дороже. Вячеслав Витлугин продолжит. Пенсионеры качают сердечные мышцы, взбираясь на седьмой этаж. Только этим себя успокаивает Омархан Майжаров. В его новом доме месяцами не работает лифт. На седьмой, на шестой этаж зайдем, еще раз отдохнем. Ровно год подъемники ремонтировала фирма «Застройщик». Сейчас гарантийные сроки закончились, и теперь аварийный лифт – проблема жильцов. Вот этот вот лифт у нас ломается. Последний раз за ту неделю, оно за день два раза уже стояло. Бабушка у нас застряла за 70, которая на шоковое состояние у нее, она больше вообще уже не садится за лифт. Опасения горожан вполне обоснованы. Жители этой высотки зафиксировали на видео процесс ремонта ненадежных конструкций. В худшем состоянии – 107 лифтов Усть-Каменогорска. Находятся они в домах еще советской постройки. Лифты в многоэтажках Усть-Каменогорска нуждаются в ремонте. Во-первых, им больше 30 лет, а во-вторых, сам внешний вид кабины говорит о том, что подъемники нуждаются хотя бы в косметическом обслуживании. Причем обслуживание не дешевое. Только комплект выжженных вандалами кнопок стоит больше 40 тысяч тенге. Кабина – несколько миллионов. Глава общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимир Грицай просчитал стоимость восстановления лифтового оборудования, вышел на специализированные фирмы и сделал вывод – жильцы со своими взносами ремонт не потянут. Если речь идет, допустим, о редукторе главного привода, сам редуктор без замены около полумиллиона стоит. Если речь идет о модернизации лифта, то есть станции управления лифтом, силовые элементы, привод лифта, то есть такая работа около пяти миллионов. Фактически владельцы лифтов, собственники квартир, в своем большинстве не миллионеры и не купят лифт за 14 миллионов тенге в сборе. Поэтому эксперт предлагает подключить возможности госпрограмм, бюджетных займов, необходимых для реставрации и обновления опасных лифтов. Можно было по кредитам, ну, кредит какой-то взять, там, оси или КСК, или конкретно кондоминиум этого дома, да, не в состоянии жителей потянуть. Им обязательно нужно государственное вмешательство. По расчетам Министерства индустрии в этом году госдотации направят на ремонт 300 лифтов. Это республиканские показатели, не решающие проблемы в корне. Только в Алматы срочной замены требуют свыше 700 подъемников, больше 400 в Абайской, 155 в Кустанайской и 253 в Восточно-Казахстанской области. Поэтому в Акиматах пересматривают бюджеты подназревающие расходы. Для бюджетных средств ремонт частной собственности не предусмотрен. В настоящее время нами, отделом жилищных отношений, разработаны правила, в рамках данных правил за счет бюджетных средств на возвратной основе будет возможен ремонт лифтов. Найти финансовые возможности жизненно необходимо. С 2018 по 2022 год в Казахстане произошло 13 крупных аварий лифтов. В восьми случаях погибли люди. Печальная статистика лишь подтверждает, что лифтовое хозяйство нуждается в полноценной модернизации.